ну здравствуйте друзья мы с вами начинаем новую серию которая вообще хотел назвать таким броским названием спасите наши души я железу инженер металлург калья родина славы командир госпасательной дружины вот садовод и и 74 года почти долгожитель вот человек который всю жизнь над собой издевался пытался найти предел выживаемости я же создатель собственной школы выживания и так далее и так далее вот и хочу рассказать о себе рассказывать буду очень осторожно очень аккуратно со многими но 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 вот дело в том что иначе я буду считать что одних лекций по садоводству мало для того чтобы оправдать свое свою жизнь на земле чуть не сказал существование значит начинаем длинную серию название пока рабочие примерно так значит советы нет 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 аудио 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 записки зачарованного сибирского садовода бесконечно и дальше серия номер 1 номер 2 номер 3 и так далее наверное пока вот так это пока рабочие название я хочу пригодится людям я хочу помочь людям выжить выживать и так далее вот 74 года через два месяца именно это право вот моральное право почему я должен был умереть 40 лет и даже раньше где-то в 35 лет но как видите я живой вот значит надеюсь вам пригожусь и так проверяем идет ли запись всякое бывает вдруг запись не идет значит пользую надеюсь от меня будет так тем много к одним я получу готов другие надо еще обдумать вот не не исключаем и садоводческие темы хоть уже 5000 фильмов создана ребята 5000 фильмов создана но они не охватывают всю россию они не охватывают на уху они не охватывают больше учебное заведение вот даже средне технической которым относится относилась шушенская колоть вот слово то какое колоть в котором учился на агронома и получил диплом мой сын железов сергей он же владелец лучо питомника россии по качеству плодов и саженцев даже там про меня не слышали 50 километров про меня не слышали почему потому что именно поэтому и начинаем все сначала и так никакой системы как тот самый хакас еду по степи что вижу о том пою трава зеленая значит зеленая но никогда не назовут трава травой желтой или синий как принято у нас поехали сегодня я озвучу свою статью она была напечатана вот так и в двух газетах время прошло все забыто поехали итак лечебное голодание это очень важная тема а морда мне видите какая где-то килограмм восемьдесят восемь восемьдесят шесть а бывало и 100 и 110 то есть хоть частично я себя спас поехали ну кто знает что такое 110 при росте 72 поживите-ка мода на лечебное голодание появилась 1968 году когда радио телевидение и газеты в захлёб озвучивали и освещали идеи профессора николаева вспомнили а старики вроде меня помнят у его больных будто бы после двух-трех недель полной голодовки до сих пор не верю но ведь надо было сенсации нужны были герои нужны были у его больных будто бы после двух-трех недель полной голодовки ох а какое это было время это не то время когда у нас это переводили на рыбную диету мяса не хватало он из-за этого мода все больше не отвлекаясь у его больных будто бы после двух-трех недель полной голодовки напрочь исчезали язвы желудка и еще десяток тяжелых болезней объяснялось это тем что голодный организм лишившись привычной пищи съедает сам себя в кавычках и в первую очередь больные клетки шлаки чужеродные бактерии и так далее я тогда будучи студентом первокурсником имеющим склонность к полноте без особого дискомфорта в скобках и результата про голда 3 дня я на много лет забыл об этой идее 40 годам имея избыточный вес и зачатки десятка возрастных болезней всерьез задумался о своем здоровье а тут подоспела новая мода на идея символа процветающей америки натуропата господина брага его книги о лечебном голодании произвели форум во всем мире и в ссср тоже в отличие от наших врачей которые призывают здоровый образ жизни а сами мягко говоря не является примером господин брага это ослепительная улыбка мускулистая фигура и вообще реклама сову себе с бухты барахты без всякой подготовки не прерывая работу на советском алюминия в заводе проколдал 15 дней последний день упал голодный обморок еще раз я работал на 16 день плотно поел рискуя оказаться заворот заворотом кишок на операционном столе пропаганда лечебного голодания в стране не унималась и не унимается правильно меньше играть надо когда в стране нет ни достойных зарплат ни достойных этих самых продуктов получив негативный опыт улучшение состояния после двух недель голода не наступило обратился за помощью к работе сада главным врачом медсанчасти сана мы в мы главу он одобрил мой эксперимент признал его законной медицинской процедурой вот тогда времена были да вот сейчас бы уволили бы если бы такое позволил такое и под его жестким контролем я голодал 21 и 23 дня с диапазоном в один год на этот раз результат был достигнут вместо лежания с тоской в глазах на диване вел активный образ жизни пробежки йога баня работа в саду свидания болячки пропали появилась необыкновенная легкость теле исчезли шестьдесят килограмм лишнего веса на второй неделе обоих голодок михаил владимирович выписывал мне больничный лист иначе бы я не выдержал можно было бы голодать и 30-40 дней но я боялся косых взглядов на работе как вы понимаете опыта с лечебным голоданием набрался могу дать несколько советов найдите опытного врача с квалификации уровня миглона и проходите голодание под колпаком специалиста лечебное голодание это профилактика для здоровых людей и для тех у кого болезнь только начинается традиционный метод голодания подразумевает перед голодом постепенное снижение количества потребляемой пищи в течение недели это традиционный помните как нас учили меньше 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 на мой взгляд это ошибка пока снижаешь количество пищи так проголодаешься что расстанешься с идеей еще до начала полного голодания проверял на 3 4 день от это от этого от диеты быть начинаешь а впереди еще недели недели голодания но самое главное дальше что предлагаю испытанную на практике кончувственные вещи заметьте только мой опыт если голодание начинается в понедельник то накануне вечером воскресенье перед сном необходимо очень плотно поесть главная задача продержаться первые три дня затем будет жалко останавливаться да и голод уже не кажется этим страшным поняли это самое главное это самое главное плотно поесть перед голодовкой а те кто учат сами никогда не голодали снижайте постепенно а если резко с не это с этого желудка на голодное это плохо т т т т сами ничего не понимают поняли да плотная еда перед началом голодания плотно и так во время голодовки введите здоровый образ жизни о курении речи не должно быть иначе жизнь просто отравится с помощью физических упражнений и бани необходимо выжать вот именно голодаешь и помните про его выжать из самых застойных областей тела всю грязь скобка шлаки процессе голодания надо пить много но только кипяченые есть возможно дистрируем на воду или минеральную без газа гладь не делать клизмы вот постепенно набираясь опыта следует начинать с небольших сроков дальше я даже не здесь у меня дата это 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 дата как-то так что там там написано больших сроков 23 1 2 3 суток преодолеть можно психологический барьер так справитесь за два-три дня дальше голодать будет не трудно вот и кто кстати мой городской телефон в общем понимаете что мои данные будут во время как вы видите титры на фильме там будут мои данные сика кому охота пообщаться и так статья закончилась она была напечатана повторяю в двух газетах была ли польза от неё помогло ли кому-нибудь не знаю голодовка не для каждого но не хочу я сейчас продолжаю эту тему дальше я не будучи и близко медикам я скажу вот это вот если и идея нет не брега вот а идея от профессора николаева у которого якобы исчезали язвы желудка это бред это предательство никакие язвы желудка от голодовки не исчезнут и потому что во время голодовки остается не зарасходованной не зарасходованная желудочная кислота вот и продолжается разъявление желудка вплоть до приступов уже вплоть до наверное может у него были случаи прободения желудка то есть верная смерть и без ножа без этого и без этого без ниток и так далее без скальпеля вот но еще раз говорю наоборот не доводить себя до тяжелых болезней имеешь знаете что такое я еще заканчиваю это тем более всю жизнь боролся с избыточным весом избыточный вес это те это страшные эти вены набухшие на ногах это перегрузка сердца сами понимаете таскать на себе я как-то как-то одеваю на себя рюкзак 20 килограмм я всю жизнь ходил в тайгу и в тундру 20 килограмм среднем таскал на себе но ведь его с трудом на себя вешаешь но ведь у тебя у самого в организме 20 килограмм у меня а ведь таскал я всю жизнь это же не нормально поэтому надо немного рисковать голодовка если все делать и не обязательно ее делать два-три недели как учил профессор николаев вот я 21 23 дня это предельный срок это же после этого наедался рискуя иметь заворот кишок а значит сразу на больницу этот сразу под нож хирурга вот наверное по брегу лучше будете голодать день полтора это нормально это входит в это входит в рацион наших предков и это и дальше я еще кое-что добавлю тут нет этого то что у меня появилась потом это как бы назвать это понимание давайте будем так это был первый пункт голодание лечебное день полтора вот которая немножко будет сдерживать развитие избыточного веса хотя бы сдерживает и пункт 2 звучит так а значит это современная жизнь это диетология тысячи 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 я считаю среди них редко встречаются так называемая специалисты диетологи вот на самом деле вся диетолога основана на ложных предпосылках на ложных на ложные да это даже не наука вот почему сейчас объясняю и так 90 процентов я начинаю это будет 2 серия а давайте помалечку рассказал вам можно верить этому человеку у меня будет десятки случаев из моей жизни что-то даже вам жизнь спасет вот и продлит продлит и спасет спасет и продлит благодарю за внимание серия номер 1 закончилась ждите серию номер 2 а и и и и и и